Я говорил вам о том, что ее результат на Кубке России, который был зимой, 127 в рывке и 165 она затолкала. Так что ее начало 150 вполне естественно. Это было в феврале, буквально этой зимой. Ей всего лишь 17 лет. Ей всего лишь 17 лет, но сейчас вот этим подходом она становится чемпионкой Европы. Что будет дальше? Что будет дальше не сейчас, что будет дальше на чемпионате мира, на Олимпийских играх, вот это большой вопрос. Конечно же, судя по этому ее первому взрослому выступлению, когда уже она выполнила программу максимум одним подходом, став чемпионкой Европы, сейчас это уже совсем не похоже на те европейские юниорские первенства, которые выигрывала Татьяна Каширина. Это уже совсем другого уровня заявка. Смотрим европейские рекорды и мировые. 164 килограмма европейский рекорд принадлежит Ольге Коробке. Мировой рекорд кореянки Янг 186. До этого 182 килограмма еще и китаянка толкала чемпионка мира 2004 года. Я думаю, что сегодня мы вполне можем, может быть, увидим попытку побить европейский рекорд Ольге Коробке. Кстати, юниорский европейский рекорд Агаты Вробель 162 килограмма. Поскольку 17 лет Татьяне Кашириной, конечно же, первым, я думаю, что Каширина будет пытаться атаковать именно это достижение. Но пока, видите, еще о рекордах речь не идет. 155. Просто демонстрация силы. 155 килограммов. Ну и теперь вот вопрос. Пойдет ли она на 162? На 162? Нет, все, видите, отказывается от, видимо, третьего подхода. Не стоит. Посмотрим, насколько Владимир Краснов, ее тренер, сможет ее убедить. И будет ли это делать? В любом случае, я думаю, что сейчас уже для того, чтобы весь мир, который следит за тяжелой атлетикой, отметил Татьяну Каширину, уже вполне достаточно. Вот после вот этой уверенной победы 125 и 155. Нет, смотрите, 160. Просят установить ассистенты. Это не является каким-либо достижением европейским, там, или мировым, даже среди юниоров. Кстати, Татьяне Кашириной принадлежит европейский рекорд среди девочек. По-моему, из этого возраста уже Татьяна Каширина сейчас вышла. Я готов уточнить. В последнее время, из-за того, что переносили годы в связи с юниорскими Олимпийскими играми, по-моему, 17 лет, это уже юниорский возраст, а не из девочек уже Татьяна Каширина ушла. Не хочу больше говорить о Татьяне Кашириной, по-моему. Хотя это тяжело, как вы понимаете, читать по губам. Может быть, ответил совсем другой вопрос. А совсем не на вопрос, на какой вес идти Татьяне Кашириной. Да, наверное, сейчас действительно пора перечислить все рекорды и все достижения. Татьяне Кашириной, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка России, победитель Кубка России. Теперь уже чемпионка Европы среди взрослых. Вы понимаете, ничего страшного не произошло. 160 килограммов она взяла на грудь. Это означает, что все прекрасно понимают, что если бы турнирная ситуация заставила бы Татьяну Каширину 160 килограммов толкать, то это был бы совсем другой подход. Но она готова к подобным весам. Но ничего не заставляет ее сейчас идти на большие результаты. Все впереди у Татьяны Кашириной. Ей всего лишь 17 лет. Вот видите, по очереди все поздравляют Каширина. Вот уже, видите, первые впечатления после вот этой победы. Здесь же... Я думаю, что мы дождемся с вами церемонии.